Публицист, блогер, телеведущий, режиссер, актер, человек, мем, список можно продолжать долго. Если коротко, то маэстро, который признан в России иноагентом, Евгений Панасенков попал в крайне отвратительную ситуацию. Ну как попал? Частично он сам себе вырыл яму. Для затравки. Вот одна из последних его цитат. Кто посмеет делать мне подлости и гадости, окажется или в тюрьме, или в больнице, как этот прогнивший алкаш. Конец цитаты. Для справки. Прогнивший алкаш сейчас с черепно-мозговой травмой в больнице. Он до сих пор не пришел в себя. За его жизнь борются врачи. Отправил его туда, между прочим, друг и юрист маэстро, а сам Панасенков за этим наблюдал. Но обо всем по порядку. Что же случилось поздно вечером 6 июня в центре Москвы? Маэстро вместе с другом-юристом Рамисом Зариповым прогуливались рядом с Арбатом. Гулял, как обычно, фотографировался с поклонниками и пьяный увязался, он меня не узнал. Вот, значит, пьяный мешал пройти, там увязался и так далее. И когда мы пытались хоть как-то оторваться, вот этого, значит, алкаша, вот, мой знакомый, отталкивая его, значит, как-то его оттолкнул, вот, и тот немножко попятился и упал. Так, пока Панасенков рассказывает все верно, видео подтверждает, а вот дальше пошли нестыковочки. Он упал, потому что он пьяный, не потому что его там толкнули, а потому что пьяный. Я потребовал, чтобы сняли, значит, информацию с камеры, вот, да, и, конечно, мне необходимо понять, кто этот алкаш, и подать иск по оскорблению, потому что, то есть, кто меня не узнал, он просто пьяный алкаш там. Нет, он упал, потому что его толкнули, и в суд не вы подадите, а, скорее всего, на вашего друга. Да, возможно, он бы устоял, если был бы трезв, но упал он именно из-за того, что его толкнул Рамис Зарипов. И как юрист, он, скорее всего, знает, что ему за это может грозить уголовка, особенно, если пострадавший, тьфу-тьфу-тьфу, не выживет. Да, он не хотел нанести ему такой ущерб, но это явное превышение самообороны. На оскорбление нельзя отвечать физическим действиям. Я, честно говоря, вообще не хотел делать ролик про это, пока сегодня не увидел пост телеги Евгения Понасенкова, в котором он назвал пострадавшего прогнившим, немытым, нестриженным алкашом. Кроме того, он написал, меня это существо не узнало, до того там мозг не работал. Я как бы от Понасенкова не ждал особо ничего хорошего, но это уже просто за гранью. Человек при смерти, твой друг, пусть и случайно, его чуть не убил, но не можешь ты найти в себе сил пожелать ему здоровья, ну хотя бы промолчи.